Всем привет! Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы начинаем прямую трансляцию из подмосковного Раменского. Это стадион Сатурн. Совсем скоро Хабаровский СКА и Тюмень начнут свой матч 12-го тура Мелбет 1-й лиги. Один матч этого тура уже сыгран сегодня. Енисей дома крупно переиграл Урал. Давид Шаблохов 41-й, Михаил Сухорученко 72-й, Александр Бем. В центре полузащиты 4-й Данил Кленкин, 10-й Андрей Савинов. Сбивал и сбивал прилично. Ну что, еще один корнер, также с дальнего флажка. Вновь Симонян у мяча навешивает туда, в центр шрафной площади. И кто, смотри, там сейчас Быков выпрыгивал как раз-таки и практически до мяча добрался. Однако снаряд остается у СКА, не могут выбить его игроки Тюмени. Прострел! Прострел, да, теряя удар в ближний угол. Мяч там запыхался и в итоге оказался в руках Евгения Гошева, который уже во второй матч подряд проводит тарту в составе. Гаджимуратов по флангу, Хромцов против Нилон. И проходит передача хорошая. Ой, что Гангапшев делает, пробивать. Удар исправляется Гошев. Вот это момент. Атака продолжается. Момет еще не закончен. Вот это да! Что сейчас позволили Тюменци-то в собственной штрафной площади. Как хорош по первым 10 минутам Гаджимурадов. Вообще, если так посмотреть, то все атаки абсолютно без исключения. Футболисты СКА стараются именно строить через него, через правый фланг. А наш игрок Юрий сейчас бросает аут. Да. То есть лак в центре обороны. И еще удар! И даже мяч Перекладину задел после удара Ромазана Гаджимурадова. Вот, пожалуйста, да, чем аут и нестандартное положение. Все закончилось классным ударом Поройкова и Кратаева. Какая скидка-то сейчас прекрасная. Нулевой угол абсолютно. Но здесь, конечно, с такого угла забить было очень и очень сложно. Там градуса 3, наверное, было. Но как грудью. Первый раз обработка была 10 минутами ранее. А сейчас скидочка. Как СКА, слушай, СКА, как мне кажется, оживился немножко Симонян. Хорошее движение от Симоняна. Передача вдоль штрафной. И еще удар! Ну какое спасение! Евгений Гошев! Вот сейчас вся команда должна благодарить Гошева, потому что крутил-то Симонян. Гаджимурадов, прошу прощения, замечательно! Вот эти удары с левой ноги, да, которые, считай, Перекладину попали в тот же угол. Угловой удар опасный! Это гол! Это гол! СКА счет открывает, но... Но судьи это взятие воротов меняют. Да, видимо, после скидки. Передача в этот штрафной. И, наконец-таки, атака Тюмени. Это навес! Удар по воротам! А теперь в игру уже имама вступает. Но нельзя выключаться, потому что продолжает атаковать Тюмени. Удар с 11-метровой отметки. Заблокирован защитником в этот раз. И выносит СКА. Вот это огрызнулось сейчас Тюмень. Не понравилось им, что происходит у них в штрафной площади. И показали свои сибирские зубы сейчас дальневосточникам. И, наконец-таки, он нашел свою команду. Нашел место в основе команды. Естественно, про СКА мы говорим. Сейчас очень опасная атака. Навес на дальнюю штангу. И здесь тоже первый на мячей Евгений Гош. Как же коротко Гаджимурадов. И вот сейчас, да, показал на замахе. Потом еще пару вот таких переступов. Не забивают. Там говорят, да, что в этих матчах не забивают. А вот сейчас забивают. А вот сейчас подача Гаджимурадова. Как долго этот мяч летел. Чуть планету не обогнул, как мне кажется. Он вокруг оси. Это шикарное действие. Но все шло к тому, что Гаджимурадов должен был сделать сегодня голевое действие. Либо сам забить, либо отдать. И сейчас он отдает. Алиев, насколько я вижу, забивает. А так и есть. Там бран Алиев. Вернулась после относительно длительного отсутствия. Удар. Прошивают насквозь в тот же угол. Сколько здесь? 25 метров было на 45-й минуте в раздевалку. Тюмень. Вот таким ветерочком от этого удара прогоняют футболисты СКА. Это что, Сибанян? Ну и дальше уже, хоть и оставил он его под своим контролем. Оливье. Вот так вот. Это красная должна быть. Друзья, это красная. Красная карточка здесь не меньше. Да. Именно красная в руках сейчас у Захарова. Ну, какие вопросы. Без шансов. Боярков отправляется отдыхать. Но, опять же, он стал жертвой эпизода. Есть кому ввести команду вперед. И вот навес. Не хватает, наверное, Карпаева. А вот Каратаев. Каратаев. Вот забить. А будет всего лишь угол. Вот еще одна возможность. Ну, вот что ж ты будешь делать, когда вот мяч по каким-то причинам в ворота не залезет? Он уже прямо перед воротами, этот мяч. Уже в штрафной площади. И что у Кулишева, что у Каратаева. Давай посмотрим еще раз. Не Гаджимурадов, а Гоглоев, прошу прощения. Вот. Смотрим за ударом дальним. Вот в эти ворота сегодня уже один классный дальний удар залетел. Оливье мог бы иметь возможность сегодня забить. Гурбан. Очень хорошо. Оливье между линиями открывается. Дальний удар. Но не точный. Но вот вопрос контратак. Хорошая контратака. Гурбан. И пошла подача. Пошла подача. Удар. Еще одна перекладина. У тех же самых ворот. Так, а за это уже можно карточку показывать. Я думаю, нет, вроде как не торопится Захаров пока что за горчичником. Но, по-моему, это было совершенно специально. Хромцов. Свободное пространство есть здесь от лицевой линии. И замыкать нужно. Матч продолжается. 2-1. Шавлохов. 2-1 на 88-й минуте. Давид Шавлохов забивает свой второй гол в этом сезоне. Центральный защитник, который из Алании перешел, дарит надежду поклонникам из Тюмени на то, что сегодня концовка будет жарко. И Тюмень попробует все это уехать с набранными очками. Оливье. Оливье. Его удар. Какой момент. Какой момент у Тюмени. Оливье не попадает в ворота. А Косарев еще и не замкнул. Оливье подает перчат. Мяч выбивает. Гангадзе. И все, друзья. Это финальный свисток. Я благодарю за внимание своих коллег. За работу для вас этот матч комментировали Ашал Джекарян и Антон Крылов.